девочки привет еще раз время половина третьего и мы вот только с приема вот вы говорите что надо было скорую вызывать не приезжает у нас скоро и и доктор у нас не приезжает у нас распоряжение главного врача республики что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации приезжает доктор только грудным детям грудничкам по моему до трех лет к неходячим и к пожилым людям старше 65 лет дима звонил сегодня и на горячую линию сказал что вот уже на температура тридцать восемь и один слабость она как бы это не было вот еще раз повторюсь да смешно и абсурдно но вам надо идти отстоять очередь вот такие сейчас ребята правила и когда мы пришли туда поликлинику он столько таких же как я просто вот вы не поверите полный коридор и люди сидят люди стоят кто получше себя чувствует выходят на улицу очень-очень много больных если бы уж наверно приехал ко мне доктор я бы ни за что бы не поехала бы ни в какую поликлинику в таком состоянии я правда очень не хотела ехать но думаю чтобы я же не привитая у меня прививки нет поэтому чтобы не заработать осложнения все-таки раз скорая не приехала мы решили поехать в поликлинику отстояли мы вот эту очередь ребят два часа мужчина там был это нам еще повезло нам еще просто с ним и повезло открыли дополнительный кабинет и вот успели в эту волну туда шагнуть раньше а так я не знаю сколько бы мы еще сидели потому что молодой человек рядышком с нами был он говорит я уже два с половиной часа сижу и не знаю когда и моя очередь подойдет ну вот значит создали мы сразу же у нас взяли экспресс-тесты померили давление у меня было сто пятьдесят на девяносто пять пульс восемьдесят пять нужно на из-за такого состояния до на поднялось давление померили вот давление померили температуру и взяли мазок износа я удивилась что не послушали я доктору говорю что у меня появились какие-то хрипы в груди но температуру вернее слушать меня не стали словно услуга вот этим слухом слуш каким-то аппарат ну короче слушалкой взяли тест сказали выйти подождать шесть минут потом вызвали сказать заходите вместе с супругом у нас у обоих подтвердился ребятка вид выдали нам вот гриппферон капли в нос парацетамол и пачечку орбидола вот получается мне выдали вот такой комплект и диме выдали такой комплект сказали в связи с тем что сейчас очень много больных выдаем только полнормы остальное вам надо докупить сами и вот выдали такой листочек здесь значит вот написано что нам 7 числа самим не приходит ребят врач еще раз скажу не приходит врач как объяснили вот в таком возрасте молодом при любой температуре значит вот написали что 7 февраля с часу до 3 подойти на дневной стационар и там сдать повторные мазки вот значит орбидол принимать 5-7 дней интерферон принимать 5 дней при повышенной температуре принимать парацетамол так фарингосепт тоже 5 дней но это уже самим надо докупать дальше он омнитуз коды лак или синий код принимать по схеме 5 дней при сухом кашле акцессе лонг тоже в течение пяти дней при кашле с трудно отделяемой мокротой и солевые растворы принимать на основе морской воды акваморис тоже 36 раз в день при повышенной температуре и ухудшение самочувствия срочно сообщить врачу какому не знаю и вызвать смп смп я думаю наверное скорая медицинская помощь это как раз она и есть но вот теперь у меня есть вот эта бумажка наверное я думаю если температура будет выше 38 наверно теперь ко мне приедут или выше 39 даже не знаю посмотрим я очень надеюсь что сейчас начну принимать вот эти таблетки состояние улучшится сейчас состояние капец какое ребят забыла сказать в первом видео что правда очень очень сильно болит голова это просто пришлось мне принять вместе с парацетамолом еще револгин револгин выпила ну вот ломота ломота очень сильная ломота во всем теле знаете такое состояние какое-то но наверно как при гриппе я думаю наверное вот что-то такое я просто очень давно вот такими вирусными болезнями не болела как-то бог миловал но вот сейчас заболела но надеюсь на скорейшее восстановление лишь бы не было хуже сейчас я думаю лечение начну и все будет хорошо не доведем до такого состояния видите поехали сразу сами ну что поделать но как объяснили на том конце провода как бы я доктор но я не знаю кто с нами разговаривал на том проводе но точно наверно какой-то медработник она как я понимаю что это очень тяжело при температуре отстоять очередь но другого выхода у вас вообще нет она сразу спросила какой у вас возраст и она сразу сказала вы извините так вам никто не приедет поэтому вот и вот покалывается в области сердца покалывает не знаю что ну вот грудак болит посмотрим ребята как будет надеюсь на все хорошее буду интенсивно лечиться и надеюсь на скорейшее скорейшее выздоровление не знаю ничего не сказали про карантин вообще ни слова не сказали дима диме выдали больничный тоже вот мы вместе пойдем 7 февраля нам вот этот один листок на двоих и выдали теме открыли больничный и самое интересное ничего не сказали что сидите дома никуда не ходите но у нас никого нет ну подружки мои конечно есть я могла бы подругам сказать но него сейчас пошел чтобы купить хоть каких-то витаминов вот этих вот то что не хватает в аптеке до плюс плюс какого-нибудь витамина c и все и начнем лечение и будем дома сидеть у нас в принципе все есть сегодня еще ничего не ела попила одну чашечку чай ну воды пью много пью 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 морс и морс и пью вот димон у нас поспать сильнее он вчера клюквенный морс сварил так что вот пью 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 ребят ну ладно все буду отдыхать буду набираться сил выпью сейчас вот арбидол каплю каплю капельки в носик померяю температуру и выпью парацетамольчик все всех целую всех обнимаю не болейте пожалуйста берегите друг друга всем пока пока